ребята мы находимся сейчас в парке развлечений кудыкина гора и давайте посмотрим сначала что нас ожидает всеми подойдем кстати можно было еще сфотографировать на телефон да и сейчас мы вообще просто ее сфотографируем также будем смотреть что у нас ожидает на давайте посмотрим так мы сейчас находимся вот здесь вот где парковочка и нам нужно пройти будет вот эту всю территорию огромную территорию так по кругу короче пройти и попасть обратно в замок территория очень большая гора большая так же мы с собой взяли еще всяких приколюшек вкусняшек короче чтобы устроить пикник людей очень много были очень 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 не думал то что так бывает также здесь находится вот такой вот прикольный вход в детскую площадку где можно прийти с детьми там находится только детские площадки песочек ну и все такое так что взрослым туда вход как говорится запрещен если у вас нет ребенка а так довольно таки все так стилистично выглядит территория конечно большая но я не сказал то что прям супер длюпер огромные деревьев не хватает при такой жаре конечно хочется куда-то спрятаться под дерево в тенечек чего чего не хватает так это точно деревьев так но вид шикарно отсюда открывается единственное что-то перекопали видно укладывают плитку плитку укладывать трубы какие-то плитка что-нибудь еще не укладывают какие трубы может водоем какой-нибудь либо еще что-нибудь такое кто знает тут рядом дон река течет вот можно смотрите арендовать себе лошадочек таких прикольно покататься на них ну как на них не на них конечно в телеге вот тут вот да можно и на лошадках на пони покататься на лошадках погнали через сколько стоит проехаться на ней ой вот и приближеночек маленький внутри какая прикольная няшка верблюдов посмотрели двухгорбах верближеночка маленькая и также вот лошадочки можно на них тоже сесть и покататься кто умеет кто хочет зона отдыха food court ну и зона отдыха где можно вот на водоемчик небольшой тоже здесь можно будет полежать отдохнуть возле речушки какой-то вонючки не знаю что это за река такая но в ней купаться точно не стоит нашли мы тут тенечек небольшой возле ручья довольно но он грязный я не знаю конечно да как и да также мы видим зоопарк рядом с собой и тоже не забудьте с собой взять что-нибудь поесть потому что это как бы кудыкина гора это большое пространство где надо много ходить еда также вы знаете в кафе она не дешевая да можно с собой взять что-нибудь перекусить как мы взяли термос чай налили и вот с собой небольшие там копченую колбасочку до бананчики огурчики но как полагает сейчас поедим посидим передохнем и пойдем дальше в путь так что не забывайте собой взять что-нибудь такие вот удочки тут плавает вставлять сидим кушаем никого не трогать тут утки вести плавают и кто творчит мабли еще поэтому ручью есть вот такого прикольный мост который довольно таки тоже стилистически сделан но видео из старины такой до каменная кладка хотя она сделана уже на цементе а мы знаем то что исторические кладки не делаются на цементе но сделан довольно таки прикольно здесь можно пофотографироваться также здесь становится и речка уже более чистая прозрачная даже я так сказал хорошо быть youtube зрителя особенно моего канала мы сюда подымались замучились а вы поднялись за пару секунд и мы сейчас находимся на самой высоте этого парка кудыкина гора смотрите какой вид просто шикарный открывается с этого места а также здесь находится ангелы ради которых мы сюда и подымались смотрите отсюда просто открывается очумительными 8 не представляете здесь весь парк на ладони практически можно увидеть все вот там находится у нас три богатыря которые сидят там находится на замок там ферма какая-то мы только что пили чай дракон спиной я даже у него а вот он дракон спиной просто не видно солнце светит не знаю как будет вам видно не видно отсюда но вид офигенно отсюда открывается также можно будет посмотреть еще на дон который здесь протекает смотрите дон и пляж где можно также поплавать пустились бугра поближе к этим богатырям посмотреть их вблизи сейчас тоже также пофоткаемся и пойдем дальше не прикольный тематический парк такой очень интересно погулять а были мы он буквально минут пять назад он на той вот высоте туда заходить не стали во внутрь там находится типа квеста что ли пройти время уже без 27 он работает до 7 часов стоит 300 рублей за вход одному человеку чтобы на 20 минут зайти 600 рублей как-то жалковато жалко мне как-то отдавать такие деньги я думаю мы обойдемся тем более так посмотрел со стороны там ничего супер трюкер интересного такого нету просто погулять можно квест пройти ну и все ну и с детьми опять же мы дошли мы сделали это мы прошли свой квест мы прошли карту которую он показывал сначала однако от начала и до конца и закончили вот этим прекрасным драконом теперь мы посидим подождем пока он не изгвернет из себя огонь мы это тоже должны заснять посмотреть как это происходит потому что я видел фотографии это довольно таки красиво когда из пасти трех драконов до из пасти трех голов начинается идти пламя одновременно мне кажется это будет красиво и я должен это увидеть своими глазами ну и показать вам конечно как это все происходит так что ждем восемь часов ровно будет рык дракона ладюш где там идешь так начали ребят кому понравилось мое видео сегодняшнее о нашем путешествии на кудыки на гору и в зоофарк не забывайте на меня подписаться меня зовут дядя митя ее зовут юля также поставьте лайки и ставьте колокольчики всем удачи и пока